Нам важна ваша поддержка. Вы можете помочь нашему каналу и команде гражданской обороны и антизомби по этой ссылке на наш патреон. Мы обязаны сохранить то важное дело, над которым трудимся все эти годы. И будем очень благодарны вам за доверие и поддержку. Мы решили написать этот сюжет после того, как совершенно случайно наткнулись вот на эту милейшую беседу в эфире одного из российских каналов. Снять квартиру сейчас даже и в Донецке трудно. И купить даже в таких районах, которые обстреливаются, там цены непонятно. Как вы уже, наверное, поняли, МММщик Пуширин с восторгом вещает пропагандистам о настоящем буме на рынке недвижимости в Ордло. Мол, спрос на квартиры есть не только в Донецке, но и в депрессивных рабочих городах типа Шахтерска и Тореза. Удивлю тебя, Владимир Рудольфович, но и в Донецке тоже бум. И по покупке, и по аренде, и в Макеевке в том числе, и в таких городах, которые, ну скажем так, не были на первых полосах. То есть скупают на всякий случай, все, только цены разгоняют. И слушать все это, мягко говоря, забавно. Ведь ровно на этих же каналах и в этих же студиях годами насиловали уши зрителям, мол, Украина 8 лет бомбила Донбасс. 8 лет идет война. 8 лет убивают русских людей. Практически каждый день. Украинацисты обстреливали города Донбасса. Это получается так сильно бомбило, что россияне теперь сюда жить переезжают? Мы все верно поняли? Что-то в Марьинке и Бахмуте, где реально были страшные бомбежки, никакого бума на недвижимость нет. Это инакиво. Нехватка жилья везде идет. Но именно в таких историях пропагандисты и коллаборанты разоблачают не только свои же фейки и мифы, но и в целом весь якобы богатый и успешный русский мир. Ведь смотрите как. Если верить, собственно, Пушилину, даже несмотря на боевые действия и отсутствие воды годами, Донбасс выглядит для россиян привлекательнее их собственных регионов. Сейчас появились ребята, семьи ребят, которые на передовой. Все-таки зарплата хорошая. Это позволяет возможность и покупать иммун, то есть улучшать свои жилищные условия. И в этом нет ничего удивительного. Ведь если вы посмотрите, как живет, например, Якутия, то Донбасс образца 2013 года в сравнении с этим дальневосточным регионом. Это просто Монако. И здесь вообще без каких-то преувеличений. Никакой войны в Якутии нет, но выглядит регион, как будто натовская бомбежка закончилась реально прошлой ночью. Сам поселок наполнен ветхими старыми зданиями, рассыпающимися и тлеющими на фоне такой сумасшедшей красоты. Бараки самые натуральные. В этом доме живут. Тарелка, все убрано, лодка. Да, а здесь вообще развалены. В натуре как будто разбомбило. Как будто снаряд свернул. Да, как будто ковровая бомбардировка какая-то была. Почти весь жилой фонд в Якутии – это бараки. И это при том, что именно на этой земле добывают и золото, и газ с нефтью, и алмазы. Но всю прибыль системно забирает Москва, возвращая Якутам реально крохи. Это не Москва, а здесь Дальний Восток. Отличительная способность всех регионов. Все регионы не любят, что все деньги идут в Москву. И само отношение, допустим, москвичей к регионам, то, что вот к этендойным коровам, да, там, ну, ты с провинцией, они как будто обязаны. В результате, с учетом космических цен, жители Якутии реально не живут, а выживают. А условия их жизни вы сейчас увидите сами. Вот в этом ванне я его мою. Мальчику 9 лет. Грею воду на этой плите и мою его здесь. Он говорит, мама, почему мы так живем? Почему нам, вот тебе же положено, даже 9-летний ребенок понимает, тебе же положено, как инвалид, вот, благоустроенная квартира. Где она? Почему нам не дают, говорит, новый год? Я говорю, нам не дают, и все. А он говорит, а почему нам не дают? Я говорю, не спрашивай меня, сынка. Я не могу ребенку объяснить. То есть понятно, почему никого из якутов не пугает жизнь в Ордло без воды. Ведь на оккупированных территориях Украины ее хотя бы раз в три дня, но дают. А вот в самой Якутии вода из крана – это нереальная роскошь. Поэтому вопросы гигиены граждане сверхдержавы в 21 веке решают с помощью тазика или влажных салфеток. Я годами не моюсь. Конечно, муж меня там протирание каждый день делает. Но это же не это, не мытье же. Но это же еще далеко не все тонкости якутского процветания. Местные чмобики, например, попадая в даже самые провинциальные города Донбасса, в реальном шоке. Как же так? Им по телеку всегда рассказывали о нищей Украине. А у проклятых хохлов всюду проведена канализация. В Якутии такие удобства есть разве что у местной элитки. Для остальных же великодуховных якутов все туалетные вопросы годами решаются с помощью ведра, содержимое которого жители скрепной и духовной страны без лишних раздумий выливают на улицу. Отходы жизнедеятельности жители дома сливают прямо в эту, рядом стоящую лужу. Как считают собственники жилья, фекальные воды от нее идут прямо под дом. И осенью, и зимой, когда на Дальнем Востоке стоят сильные морозы, подобный образ жизни из лишних неудобств аборигенам не доставляет. Но все меняется во время непродолжительного лета, когда отходы жизнедеятельности сотен тысяч людей начинают оттаивать, а целые города буквально плавают в фекалиях и моче. Зарянка полностью тонет в своих собственных испорожнениях. Каждый дом, каждое административное здание, муниципальные учреждения, источая вонь и смрад, заливают улицы коричнево-рыжим льдом. Якуты реально заняты тем, что неделями пробуют откачать хотя бы из своих дворов целые зловонные озера. Сегодня течь под домом продолжается и вытекает на прохожую часть зловонной жижей. Вот она вода. Сейчас вот откачали, грязь эта, фекалии стоят. Вонь там стоит такая, что ни о какой нормальной жизни не может быть и речи. Но самое проблемное для местных даже не это. Дело в том, что растаявшие испорожнения ручейками стекают в реки, где ведется забор питьевой воды. Туда же, кстати, сбрасывают отходы и промышленные предприятия. Все это ручьями льется к реку Колыма. Прямо возле их же водозабора. Это водозабор, который идет на поселок. Водичку мы, люди, пьем. Откуда у нас на количество населения большое онкозаболевание. Отчего употребление такой воды становится смертельно опасным. Особенно с учетом того, в каком состоянии находятся больницы этого дальневосточного региона. В поселке под Якутском закрывают больницу со стационаром. Жители поселка Кангаласы в Якутии возмущены тем, что поселковые поликлиника и стационар будут закрыты. Здания, в которых они размещались, аварийные. Но на ракеты, чтобы ежедневно бомбить Украину, деньги у Путина есть. А вот россияне со своими болячками потерпят. Чай не впервой. В итоге в Якутии получить квалифицированную медицинскую помощь можно разве что в краевом центре. Но денег доехать до него у жителей глубинки банально нет. Отсутствие нормальной логистики – еще одна важнейшая проблема. Да, Якутск, да, высокие температуры, да, морозы. Но навряд ли дорога и асфальт должен быть таким скоропортящим продуктом. Понятно было бы, если в стране не было бы денег, да? Такое состояние дорог в Якутске из-за неправильного водоотведения. В итоге единственным способом попасть в Якутск из регионов зачастую является авиация. А чтобы воспользоваться этим видом транспорта, аборигенам приходится брать кредиты. Ну, нынче поеду, собралась. Как думать, оформлю кредит и поеду. Впрочем, без кредита не выехать из поселка даже в столицу региона – Якутск. Авиатариф туда-обратно гораздо выше средней заработной платы. То есть заболел, взял кредит, полетел на консультацию в Якутск. Помогло, не помогло, а денежки потом придется отрабатывать. Здесь-то и возникает вполне логичный вопрос. А что мешает чинушам, напротив, отправлять врачей в регионы? Ведь надо же как-то лечить русских в глубинке. А ответ на поверхности. Дело в том, что на жителях России пиара не сделаешь. В итоге врачи из Якутска проезжают 10 тысяч километров, чтобы устроить показушные процедуры для жителей Ордло. Бригада врачей из Якутии окажет населению ДНР необходимую помощь. Медики из нескольких больниц согласились поехать для поддержки людей, которые сейчас находятся в сложной ситуации. А свои при этом умирают пачками без элементарной медицинской помощи. То есть Путин и компания цинично жертвуют жизнями якутов ради показухи где-то там. Причем речь идет не только о медицине. Весной 2022 года республика Саха-Якутия взяла шефство над городом Кировское в Донецкой Народной Республике. А в июне было подписано соглашение о сотрудничестве. Когда мы услышали, что Якутия взяла шефство над одним из районов Донбасса, то честно не знали смеяться или плакать. Кто, блин, взял шефство? Вот эти богачи... А ничего, что в самой Якутии десятки, если не сотни полузаброшенных населенных пунктов. Населенных пунктов, откуда из-за невыносимых условий жизни бегут последние жители. Ну, я здесь не вижу смысла оставаться, потому что здесь уже, ну, как бы здесь этот поселок не приспособлен для жизни вообще. Отсюда все уже уезжают, и нет смысла вообще как-то преображать его или еще что-то о нем хорошее говорить. Может, сначала стоит над ними шефство взять? Но лоховка, говорится, нет, ведь на русских пиары не сделаешь. Не жили хорошо, нифиги начинать. Точно тут живут, нет? Вот, видишь, вот наши цветочки. А, шторки, цветочки, точно живут. Просто так, вот так. Зомби, апокалипсис, здесь прошел. И не нужно думать, что подобная ситуация складывается из-за плохих бояра. Хороший Путин просто не знает. Нет. Показательные нищета Якутии – это не что иное, как элемент государственной политики. Ведь когда в регионе в качестве рабочей силы отдают предпочтение вахтовикам... Местные жители едят 3000 населения. А на вахту приезжают до 30 тысяч. Местным, чтобы выжить и прокормить семьи, не остается ничего другого, кроме как идти в армию, где якутов используют в качестве пушечного мяса. Мы находились под постоянным минометным огнем противника. В день по нам выпускалось более 2000 снарядов. Мы не имели возможности укрыться. Находились мы там без поддержки авиации, артиллерии, не имея нормальных средств связи. То есть не москвичей и не питерцев, а именно якутских чмобиков кидают на позиции, откуда шансов выбраться живыми фактически нет. В данном населенном пункте, село Клефеево, мы находились 15 суток. Хотя мобилизованным положено находиться максимум 11 суток в оранжевой зоне. А мы находились в красной зоне на самом передке. И да, такими темпами не только в Якутии, но и в целом на Дальнем Востоке мужиков со временем не останется. А женщины с детьми будут вынуждены эмигрировать, ведь самим жить в нечеловеческих условиях в и без того суровом крае мало реально. Вот откуда, друзья, берется типа бум на жилье в оккупированных городах Донбасса. Ведь жить там, как показывает практика, даже с войной намного лучше, чем, так сказать, в старых регионах России. Именно поэтому синяя мечта якутских чмобиков не крякнуть сразу, чтобы за полгода зарплатно собирать на квартирку в условном Торезе. Все-таки зарплата хорошая. Это позволяет возможность и покупать им, то есть улучшать свои жилищные условия. Но лично у нас для этих товарищей плохие новости. Посмотрите на Харьковскую, Николаевскую, правый берег Херсонской области. Вы ведь тоже думали, что пришли туда навсегда? Очевидно, что Россия здесь навсегда. Россия отсюда никогда не уйдет. Люди, живущие в Луганске, Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами навсегда. И где там сейчас Россия, не подскажете? Вот и с Донецкой областью все будет ровно так же. После чего вашим сделкам о купле недвижимости можно будет подпереть холодильник. После чего придется возвращаться в якутский барак и учиться жить нормально, не отбирая чужое, а развивая свое. И только после этого в Путинской России, вероятно, что-то изменится. Больше восьми лет они всеми силами разжигали ненависть. О чем вообще с вами говорить? Разнесем Киев ядерными ракетами. Делали все, чтобы российскую армию в Украине встречали цветами. Украинцы ждут, они в самом деле надеются, что мы их в конечном итоге освободим. Мы обязаны быть там. Но их план не сработал. Ведь даже в городах юга и востока Украины Россия проиграла информационную войну. Фашисты! Фашисты! Вот вам суки, а не Украина! Чтобы сражаться за умы и дальше, командам гражданской обороны и антизомби нужна ваша поддержка. Вы можете помочь нам на нашем ютуб-канале, а также на патреоне. Благодарим вас, друзья, за доверие и поддержку. Все будет Украина!